всем здравствуйте с вами на связи елене я приветствую вас на своем канале прежде чем мы сегодня с вами начнем расклад я снова вернулась к раскладу не захотелось сделать психологический расклад поэтому к раскладу я сделаю огромную подводку сразу хочу предупредить значит если у вас нет терпения вы не хотите слушать этот расклад не для вас то есть сразу говорю что нету смысла переходить по тайм-коду на позицию если вы не подслушаете подводку она очень-очень важна то есть я ее не делаю просто так из прихоти что мне что-то захотелось сказать да в ней есть в принципе ничего не делаю просто так во всем есть какой-то определенный смысл поэтому сразу скажу если нет терпения слушать не хотите можете настройках сделать скорость 175 как принципе делаю я если у вас процессы в голове происходит также быстро и вы можете улавливать усваивать информацию вы можете быстро просто посмотреть подводку но она очень важно да то есть я редко когда говорю об этом но вот это вот очень важно и так чтобы сэкономить время до с чего о чем скорее всего будет этот расклад почему он психологически я дам сейчас небольшое пояснение начну немножко издалека по причине того чтобы вам было понятно да почему этот расклад почему именно в таком формате что именно я хочу в нем посмотреть разобраться итак начну с того что вчера когда я записала прямой эфир спонста спонтанной в инстаграме по распаковке новой колодой кто не смотрел посмотрите в разделе торопростым языком до в плейлисте там есть этот эфир вечером значит пришел мой младший сын до которому 17 лет поговорить поскольку яблоко от яблони далеко не падает да но не падает под грушу либо какое-то другое фруктовое дерево значит я уже неоднократно говорила то что мой сын увлекается также как и я эзотерическими знаниями вот и а вчера обсуждая новую колоду вот вот эту на такая вот очень красивая упаковка который мне подарили он значит рассказал мне об игре который он сейчас играет электронную и игра это мне показалось очень интересной на основе ее в принципе и создан сегодняшний расклад поэтому я хочу вам рассказать немножечко в двух словах об этой электронной игре чтобы у кого есть дети не думали что есть только там убивалки страшилки и так далее да есть действительно очень интересные игры психологические вот это вот игра электронная психологическая она называется персона суть ее в чем заключается основа в этой игре таро как ни странно да есть и игры такие то есть есть игра например ведьмак где главный персонаж собирает камни который называется сферот название у них точно так же как в древо сферот вот и те же самые свойства и качества то есть через игру люди скорее всего дети ну может быть и люди может кто постарше не осознавая изучают древо сферот и вот но сейчас не об этом значит в чем суть этой игры персона она заключается в том что мы прорабатываем свои теневые аспекты через сторон то есть то что мы с вами в принципе и делаем на канале есть другой способ как мой как как сказал мне мой сын то есть ты сидишь паришься и изучаешь кучу книг вот а я то же самое время приблизительно изучаю через игру чем привлекательна эта игра значит основа ее заключается путь души до в 22 аркана это 22 этапа который персонаж игрок должен пройти за 365 дней то есть даже сама игра нам говорит о том что работа над собой это каждодневный труд одни от времени кривни до когда я вспомнил тогда я работаю очень интересно привлекается на то что в игру ты попадаешь конечно же самого начала с аркана шута для и вот как только ты попадаешь в эту игру ты проходишь небольшой тест для своего персонажа для того чтобы выявить свою тень именно в каждом аркане есть своя тень да мы знаем что у нас есть плюсы и минусы в каждых арканах а поскольку арканы многогранные теней может быть много для того чтобы понять персонально для каждого игрока какая тень с каким марканом он будет играть надо значит пройти определенный тест значит сын мой прошел тест и выявили что у него телевая сторона который ему нужно проработать это несправедливость да то есть он во всем обидеть несправедливость а там подавленная энергия это агрессия то есть ко мне несправедливо относится я вызываю агрессию вот это надо проработать то есть по сути дети играют не осознавая того что прорабатывать свои качества чисто бессознательно я вчера была удивлена молодец тот человек который эту игру придумал значит дальше когда выявляет персонаж свою вот эту тень он входит непосредственно в игру создается некая такая ситуация в которой есть также положительные герои негативные герои которые создают для главного персонажа такую ситуацию когда у него должно быть дихотомет ну то есть некое такое неопределенное состояние которое я не знаю что мне выбрать да какой мне путь выбрать куда мне пойти туда или сюда то есть два ангелочка один говорит хорошее другое говорит плохое и вот это вот как раз так его сам процесс он начинает включает главного героя внутренние какие-то процессы и он одевает маску для того чтобы проработать свой свою тень главному персонажу это свои негативные качества надо снять эту маску пока ты маску не снимешь ты не доберешься вглубь себя и сняв эту маску ты начинаешь прорабатывать со своей тени если тебе удастся это да то тебя выбрасывает на следующий уровень это следующий аркан это аркан мага и так все 22 аркан в этом принципе заключается вся суть игры о чем мне вчера повелом мой младший сын очень интересно и сама игра почему я вам об этом рассказал сама игра она меня сподвигла к сегодняшнему нашему раскладу но как я уже сказала в игре и поскольку все-таки там также как и на моем канале да есть психология и есть эзотерика упоминались термины термины такие как личность например персона тень эти архетипы вы слышали много раз но как бывает у нас у всех людей если мы что-то не изучаем как правило мы слышим что-то и нам кажется что мы это понимаем да то есть о чем идет речь но если спросить человека что значит для тебя тень ему сложно будет дать четкое определение да если ты конечно же не психолог и не изучаешь эту терминологию упомянула психологов я знаю что меня на канале смотрит много психологов сразу хочу сказать что я буду сегодня рассказывать задача быть не точной форме формулировках и терминологиях а быть понятой да поэтому не бросайтесь мне помидорами пожалуйста а для меня важна а суть и чем проще я буду это рассказывать им понятнее это будет люди потому что если мы хотели бы брать какие-то научные пояснения до терминологии так как обычно они описываются они быть не совсем понятно все таки меня смотрят разные разного уровня людей я хочу быть понятой может что я хочу донести и так все эти слова я буду сегодня использовать в раскладе но обычно при коммуникации с людьми нам очень важно расставлять все точки над и да то есть обозначивать свои границы рассказывать правила игры да как мы будем с вами взаимодействовать при любом общении при любом взаимодействии с любым человеком нам важно обозначить что можно что нет и прийти к общему знаменателю чтобы мы разговаривали на одном языке для чего для того чтобы мы были поняты и одна сторона и другая и вот для этого я заморочилась вы видите доску передо мной они колоду вам я здесь много чего написала вы сейчас это не видите возможно ну то есть прочитать не сможете есть велика вероятность я точно не знаю я посмотрю это когда буду заливать монтировать видео есть вероятность что здесь все написано в зеркальном отражении поэтому я вам рекомендую взять ручку бумажку то есть вам это лишним не будет сделать небольшой такой конспект того что я вам скажу это вам на будущее пригодится да и вообще для для образного и структурного понимания той информации которую я вам передам я вам обещаю что я не буду говорить сложные вещи но я хочу быть чтобы вы поняли то о чем я расскажу и много вам станет для себя понятно вы можете выложить по полочкам да как вы любите писать иногда в комментариях это с одной стороны с другой стороны вам это будет и понятно как краски в раскладе которые мы с вами будем делать итак сегодня мы будем разбирать да то есть слова откуда появились вот это все слова персона маска самости так далее так далее знаете по юнгу был учеником моего любимого фрейда но в процессе их пути разошлись да и фрейд создал психо анализ психологии а юнг создал анализ аналитическую психологию так вот в соответствии с юнгом да он как и многие психологи которые занимаются пониманием себя стараются классифицировать именно нашу личность для понимания так вот то что мы сегодня рассмотрим вот буквально в двух словах вот все что мы узнаем это вот здесь вот написано не больше не меньше мы значит посмотрим три уровня личности а психики по юнгу здесь вот это вот написано три уровня личности и психики по юнгу вам возможно видно имена сейчас так вот поставлю и MATT Так, что он сделал? Он элементарно разделил на три уровня. Первый уровень называется эго. Многие слышали то, что я буду говорить сейчас название. Но сейчас вам станет еще и понятно, что это такое. Второй уровень – это личное бессознательное. И третий уровень – это коллективное бессознательное. Я написала вот так, сверху вниз. Именно вот в таком порядке. Но имейте в виду, что когда мы вообще что-либо узнаем, нету линейности какой-то определенной. То есть это не значит, что уровни, они именно вот так вот многослойно находятся. Именно сверху вниз идут. А не, например, слева направо или справа налево. Для лучшего понимания вообще, как устроен мир и понимание сознания, самый такой наглядный, интересный, ну и более понятный пример – это матрешка. То есть когда ты, одна матрешка находится в другой. Если смотреть фронтально, вот так вот, да, то мы можем увидеть некую такую линейность, да, в матрешках. Если мы будем смотреть сверху матрешки, то есть откроем, то мы увидим один круг, потом внешний круг, потом еще круг. То есть у нас получается, что если вот так смотреть, то вот эти все подразделения, да, классификация, она будет линейная, да, как на линии. А если смотреть сверху, то одно будет находиться в другом. И оно имеет место быть. То есть, как бы вам объяснить, это одновременно нету таких слоев, что вот, допустим, в головного мозга, да, что значит один слой, который у нас за что-то отвечает, сверху него идет что-то покрытие другого слоя, а потом как еще один дополнительный третий. Нет, оно так не выглядит. Оно выглядит примерно вообще для понимания. Все как матрешка. То есть это одновременно и в тот же момент многослойно. Я не знаю, как вам иначе объяснить. Надеюсь, вы поняли. Поэтому, что значит по юнгу именно эго? Эго, это мы будем смотреть сегодня в раскладе, это наше самоотождествление. То есть это то, как мы сами себя воспринимаем. Что есть самоотождествление? Это наши мысли, ощущения и воспоминания. То есть исходя из этого, из наших мыслей, как мы себя ощущаем, как мы себя воспоминаем, мы можем сказать, что я, это, то есть эго, это я. Такие философские вопросы обычно, когда задают в комментариях, пишут, я хочу понять, кто я есть на самом деле, кто я, кто не я. Вот эго, оно нам не дает понимания, что есть. Почему? Потому что оно субъективно. Оно не объективно. Мы не сможем понять, кто мы есть. Это наше отождествление. Мы так воспринимаем сами себя, и мы себя с этим осоздаем. То есть мы отождествляем себя с мыслями. Мысли у нас как раз появляются как убеждение, то, во что мы начинаем верить, на основе этого мы начинаем поступать так или иначе. Это наше ощущение, и это наше воспоминание. Это эго. И его мы сегодня будем рассматривать с вами в раскладе. То есть как вы сами себя воспринимаете. Это ваше восприятие. Оно не есть истинное, оно есть чисто субъективное. Второй уровень, о котором он говорил, это личное бессознательное. Здесь у нас, то есть если эго, это наше сознательное, то есть то, что мы понимаем, то следующие два уровня, они бессознательные. Мы их не понимаем. Что значит не понимаем? Это условно говоря, как мы все говорим про энергию, мы все говорим про воздух, допустим. То есть мы это не видим, но это имеет место быть. Вот это значит бессознательное. То есть оно имеет место быть. Мы о нем можем догадываться, может не догадываться, но мы это не понимаем. Мы не можем это не подумать, мы не можем это ощутить, и мы не можем это как-то воспринять. то есть ну как ты можешь воспринять воздух он просто процесс происходит и мы об этом знаем еще расскажу я говорю стараюсь объяснить вам достаточно утрированно чтобы это было понятно поэтому могут быть неточности сразу говорю оговорка значит что есть личное бессознательное вот личное бессознательное мы его частично будем разбирать сегодня это наше вытесненное сознательное что значит вытесненное это то что мы своей головой своим сознанием не понимаем но она где-то есть что входит сюда чтобы вам было понятно это наши забытые и подавленные мысли ощущения воспоминания конфликты комплексы вот это все мы называем личное бессознательное вытесненное то есть она забыта нами либо подавлено и мы уже об этом не помню ну то есть плюс в этом что хорошего то что если мы совершаем какие-то практики либо какие-то действия мы это можем вспомнить но на обычном на бытовом уровне мы это не помним нам нужно приложить какие-то усилия что-то сделать чтобы это вспомнилось поэтому это называется личное бессознательное это ваши это ваши какие-то конфликты это ваши комплексы которые вы когда-то забыли а это может быть забыто год назад это может быть прошлую неделю может быть в детстве и так далее вот это называется личное бессознательное и третий уровень который он обозначил это называется коллективное бессознательное опять-таки многое мы слышали о коллективном бессознательном да что сюда входят вот сюда как раз таки входят фрагменты фрагменты памяти и образы едины для всего человечества то есть допустим причем это передается на генетическом уровне нашими предками нашими предшественниками на то есть теми людьми которые жили до нас что сюда может войти до сюда могут войти архетипа вот сюда вот входит большое количество архетип например если мы говорим про таро это архетип например матери архетип отца архетип я не знаю война например да и большое количество то есть юг не обозначила что есть какое-то конкретное количество архетипов он предполагает что его может быть бесконечно то есть число не указано но она уходит вот сюда это коллективное бессознательное это то что мы когда-то прожили она записана и имеет образ вот как некого такого а архетипа еще раз повторюсь она нам передается на генетическом уровне то есть вы этому не обучаетесь вы уже рождаетесь у вас уже есть эти понятия вот это вот коллективное бессознательное то есть я его подняла мне кажется что вам не очень-то видно было в него в него вот в это коллективное бессознательное юнк выделил до те архетип архетипы те образы архетипы это изначальные на правильные переводится с которыми он работал и часто упоминаются 5 их опять таки скажу может быть много но юнк работал с основными пяти то есть вы слышали например туда входят анимус и анима то есть это женское начало мужское это также эта парность может обозначать как активная и пассивная также может обозначать как великая мать и великий отец то есть вот этого два против 2 противоположные два архетипа известны есть еще три который мы как раз таки затронем это самость может быть слышали такое да что же значит самость вот самость это как раз таки целостная личность на которая умеет интегрировать и гармонизировать наше бессознательное и сознательное то есть самостью мы называем только то когда наша личность она собрала все в себе то есть она целостная мы понимаем и наше сознательное и мы понимаем наше бессознательное это например когда на востоке говорят быть безоценочным да когда независимо от того как в притче да кто знает во благо это либо в добро да то есть оно пришло я это принимаю меня не оцениваю это хорошо или плохо то есть украли что-то это не значит что это плохо почему потому что плохо это может быть с уровня сознательного а с уровнем бессознательного я не знаю может быть на меня лишили чего-то мне же во благо это уровень бессознательного вот как раз таки самость она и вбирает себя здесь вы как раз вот это вот важный момент интеграции и гармонизации вот этих двух частей то есть сознательного и бессознательного это то к чему мы все люди стремимся если мы говорим о древосферот то самость у нас изображается как сфера тиферин и а теперь это по сути центр древосферот то есть это соединяющие звено нашего низшего я и высшего я краски выше я это изображение архетипических образов и самое интересное что вот именно теперь эту соответствует солнце планета солнца и вот еще раз как все интересно завязано очень часто вы слышите цифру 666 три шестерки 666 и как правило мы все говорим опять-таки никто ничего не понимает что нет это цифра дьявола откуда она появилась что никто не знает я вам скажу что именно в планетарной магии эта цифра она означает как раз таки солнце соответствует солнцу планеты солнца но а как и под любым влиянием любой планеты и у нас есть негативные аспекты светлые и темные до негативные и позитивные так вот солнце она может согревать это позитивные но она может и сжигать до этого темный аспект вот так вот цифра 666 дьявола это темная сторона солнца темная сторона солнца это наша это наша чисто субъективное восприятие мира почему она именно а дьявольская потому что она темная и вот здесь вот мы будем сейчас рассматривать с вами всплываете да то есть это обратная сторона солнца поэтому она и считается дьяволом а на древо сферот каждый сферот соответствует и клепо то есть его теневой аспект так вот дьявол как раз таки это и есть теневой аспект и он как раз таки оброждается в эго аркан солнца нас тоже про это говорит его теневой аспект это эго эго центризм это для того чтобы понимали как все связано когда умеешь видеть связки так вот в коллективном нашем бессознательном да у нас есть три архетипа с которыми работа ты говори 5 архетипов которым работал юнг их больше еще раз повторюсь 5 то есть это анимус и анима это самость персона и тень самость это как раз таки целостная личность вот целостная личность это солнце на древо сферот как раз таки аркан сфера тиферит когда мы нашли баланс между нашего бессознательным и нашим сознательным то есть это самое наивысшее и поставь тот путь которому мы идем в этой жизни может быть во многих других да то есть цель дальше идет персона вот персона я сказала в игре вначале помните это маска что это за маска это публичное лицо при взаимодействии с окружающим миром то есть это ту маску вот а персона это ту маску которая мы одеваем как люди для того чтобы адаптироваться к окружающей среде в данном случае при взаимодействии с людьми почему потому что мы с ними коммуницируем то есть мы играем какую-то социальную роль определенным мы одеваем маску и чем наша вот это вот самость негармоничная да тем мы поверхностные являемся то есть она найти как-то легче адаптироваться возможно то есть чем у нас есть ярко проявленное наше эго тем нам сложнее на как-то адаптироваться но в любом случае вот эта вот маска это персона это то как мы себя проявляем наша социальная роль да как мы меняемся очень интересно наблюдать за людьми у меня дома есть какой персонаж как мама вот она когда она сама собой она проявляет вот эту вот самость она проявляет свою гармонию бессознательного сознательного стоит так появляться какому-то человеку это может быть наши домашние дали бы знакомы как ты видишь сразу человек одевает маску и он ведет не свойственно себе то есть когда ты в близком контакте ты знаешь как он должен вести а тут ты понимаешь что он адаптируется по другого человека это очень интересно наблюдать за тем как одевается маска в игре который я говорила про своего сына для того чтобы проработать тень который мы сейчас придем ей предшествует вот это вот маска то есть пока ты не снимешь маску ты не сможешь углубиться в свою тень и так что же значит архетип тени архетип тени это часть бессознательного личного бессознательного но эта часть это не не есть тень не есть личное бессознательное как мы здесь говорили это то что мы забыли либо подавили в себе а эта часть только часть нашего бессознательного который состоит из темных сторон личности из инстинктов и наших недостатков то есть тень это наши инстинкты и наши недостатки то есть это могут быть мысли желания импульсы которые либо может быть сексуального какого-то характера либо какого-то вот может быть аморального да то есть может быть не обязательно сексуально может быть еще и аморального поэтому говорим теневой аспект да наша тень на основе того что я вам сейчас сказала расклад мы будем делать чтобы мы посмотрим мы посмотрим наше эго то есть мы создадим ваш партнер портрет почему он именно уместен потому что здесь затрагиваются коллективное бессознательное да если она и так подходит для большого количества людей поэтому мы с вами посмотрим наше это то есть то с кем вы с чем вы себя сама отождествляется как вы себя видите как вы себя воспринимаете что вы думаете что вы ощущаете мы посмотрим вашу персону то есть маску когда вы взаимодействуете с другими людьми как вы себя ведете ну то есть какие вы и далее мы посмотрим вашу тень да то есть ваши темные части ваши возможно инстинкты и импульсы да то что характерные черта тени заключается в том что многие вещи вы даже сами не осознаете что они у вас могут быть да мы помним почему потому что это личное бессознательное да мы даже можем себе в этом и не признаваться что самое интересное и поэтому вот эти три аспекта то есть эго персона идти мы с вами сегодня посмотрим в раскладе именно поэтому я заморочилась для того чтобы вам объяснить что есть что потом мы не думали а что есть тень что есть персона то есть как я делала аналогичный расклад как вы видите себя и как вас видят другие вот и люди которые были достаточно неподготовленные начали говорить а мне какая разница на мнение других людей вообще нафиг мне это нужно то есть люди даже не не поняли суть самого расклада для чего он был сделан не для того чтобы подстраиваться под других людей либо обращать внимание на мнение другого человека ни в коем случае суть расклада заключался в том чтобы расширить вас свое восприятие себя то есть мы видим тоннельно чисто субъективно эго наше на наша задача расширить эти рамки эти рамки мы можем расширить только через других людей когда мы начинаем с ними взаимодействовать и одеваем на себя вот эту вот масочку да то что мы сказали персона но в любом случае а вот такая вот была подводка и теперь вы можете перейти на свою позицию и так мы с переходим непосредственно к раскладам значит три позиции голубенький красненький зелененький есть тайм-коды 1 2 и 3 и мы с вами сегодня посмотрим надеюсь вам подводка была полезна ну и вообще на будущее чтобы понимать когда будете сталкиваться с такими терминами что значит персона тень самость к чему мы вообще стремимся да то есть если вы услышали что значит самость вам хоть будет понятно что вы ищете в этой жизни бессознательно к чему вы идете по крайней мере а какой гармонии речь идет чего с кем так а это я подвигаю мы с вами приступаем позиции номер один голубенький камешек и мы рассматриваем наше эго то есть ваше самоотождествление да так как вы сами себя воспринимаете что вы за человек так ну смотрите сразу скажу что кто что показывает карты это данный этап на котором вы находитесь однозначно то есть я не считаю что вы такой человек а это просто вот на данном этапе на котором мы смотрим почему потому что здесь карты показывает никого такого тупика человека который не может показывать взаимодействовать на на равных я бы сказала с внешним миром да есть какая-то не уверенность есть какая-то неопределенность есть какая-то суета такое ощущение что вот вы как будто бы не можете наладить некую такую гармонию это как музыкальный инструмент да когда на нем любой музыкальный инструмент на котором долгое время не играешь он немножечко как этот терять свои настройки забыла слово в общем ну неважно здесь вот примерно такая же суть да то есть сейчас на данном этапе у вас есть ощущение того что вы находитесь в неком тупике касательно вашего взаимодействия с внешним миром вы как будто бы не получаете то есть не знаете правильно не то чтобы правильно а сколько вы отдаете людям да а сколько брать то есть вот этот вот баланс он у вас как будто бы сейчас нарушен да вы не знаете не можете определиться в кого вкладываться в кого нет кому что-то давать кому нет что вам нужно а что нет здесь поэтому я и говорю что надо это как будто бы так да чем заняты ваши мысли потому что здесь некий такой ну да принятием принятием какого-то решения вот здесь вот краски вы находитесь на том этапе когда вы хотите прийти к той гармонии самости о которой я говорила в подводке ощутить себя человеком цельным и сейчас вот вы я бы сказала ваша неуверенность она связана с тем что вы как будто бы нащупываете да здесь ощущение того что вы попали в новый мир в какие-то новые другие иные реалии нежели у вас были раньше и вы как-то должны адаптироваться и поэтому есть некий ступор есть некая остановка вы как будто бы немножко тупите загоняетесь не знаете как вам быть и хотите найти решение причем решение хотите найти внутри себя каким-то мирным путем но пока вы не действуете то есть я не вижу чтобы есть какое-то вот было какое-то взаимодействие с людьми больше вы сейчас покружены в глубь себя чтобы нащупать знаете какую-то вот стратегию до линию действия продвижения дальнейшего это очень напоминает на рождение чего-то нового допустим переезд для кого-то может быть да вот вы переехали в абсолютно новую страну и вас там нету незнакомых нет ни близких и вы не знаете вам нужно единственное что у вас допустим есть это язык но вы не мыслить у вас нет того менталитета той страны в которой вы сейчас находитесь вы не знаете что доступно а что нет да что можно а что нет как мы вы не не владеете всеми правилами условно говоря игры и вот вам сейчас на этом этапе на котором вы находитесь вам сейчас очень важно понять где границы что что можно а что нет кто может мне помочь а кто нет вы здесь вот прям знаете как будто бы нащупывание вы даже с теми людьми с которыми вы уже знакомы и можете взаимодействовать и вы все равно их пересматриваете здесь идет выстраивание границ вам иногда могут люди даже говорить что ты как будто бы изменился стал другим человеком то есть раньше что допустим было доступно и возможно не сейчас как будто бы вы перекрываете эти каналы гординет я больше так не хочу да со мной больше так нельзя вот здесь вот такое вот ощущение это ваше восприятие на данный момент да то как вы себя видите на это чисто субъективное ваше эго что же говорит ваша персона маска то есть какую маску вы одеваете как там начинаете взаимодействовать с другими людьми какую роль вы проигрываете как вы себя ведете давайте посмотрим именно сейчас вот смотрите когда я описывала в подводке и говорила о роли персоной роли маски я как раз и упомянула о том насколько человек когда бывает гармоничный внутри себя да насколько ему легко либо наоборот тяжело адаптироваться в социуме да в всеми людьми которые его окружают вот здесь вот вашем случае да вы одеваете маску достаточно жесткого человека и это сразу меня наводит на некое такое несоответствие да то есть вы возможно находитесь на этапе того того что я сказала ранее да как будто бы немножко запутались да в себе либо сейчас этап когда вы раскрываете какие-то новые свои грани и вас фокус внимания больше направлен на вас но с внешним миром вы достаточно сейчас очень жесткий и это только потому что вы еще не нащупали себя у вас нету внутренней опоры новый внутри вас здесь как будто бы вам как бы так сказать какие-то новые грани открылись и вы немножко растерянны да вот здесь вот ощущение некой такой растерянности и пока я еще внутри себя ничего не структурировала заново не разобралась себе и мне легче быть достаточно жестким и мне легче быть может быть где-то в каких-то моментах грубым доминирующим так потому что это ваша защита вот я к чему веду то есть я не могу сказать что вы внутри себя жесткий человек нет но наоборот вот то что вы открыли в себе она достаточно такое мягкое приятное и вот вы как будто бы бережно к сейчас к этому относитесь и вам нужна некая защита и поэтому с внешним миром на вы одеваете маску человека такого ходового человека рассудительного человека который может убедить вы не любите спорить вам это не нужно вы владеете словом достаточно хорошо вы можете переубедить кого угодно можете показать свою власть можете показать свою силу вы умеете выстраивать границы безусловно вы лидер вы это показываете свою в минусе да возможно какую-то свою надменность но то что вы можете даже знаете как-то в каких-то моментах провоцировать других людей брать их на слабо чтобы проверять да что это за человек но вы сейчас хитрите хитрите с людьми вы стараетесь взять какую-то свою выгоду вот я говорю на данный момент единственная выгода для вас сейчас при взаимодействии с людьми это границы защита защита чтобы на вас не посягали чтобы вашу энергию не забрали чтобы вас не ранили и да здесь вот идет здесь идет этап взросления здесь идет этап построение какого-то фундамента долгосрочного либо вы его сейчас выстраивать не я не думаю что вы его выстроили строить его сейчас вы как-то выстраивать это знаете пока строится дом да нету забора и вот все проходят кому не лень до смотрят могут заглянуть туда куда не нужно а вот а если бы стройка была завершена и был бы построен какая-то ограда до какой-то забор то тогда лишние посторонние люди они бы не имели доступа именно к этому дому не могли бы заглянуть сейчас у вас этап примерно такой когда вы сфокусированы именно на стройке они на том чтобы как-то вот отгонять посторонних людей и вот здесь вот есть вот это ощущение что иногда ваши границы они посягаются и вот вы когда вы строите вот этот дом да вдруг словили что кто-то там смотрит фотографирует вообще неизвестный вам человек вы фокус внимания занимаю забираете свои стройки начинаете взаимодействовать с этим человеком выстраиваете границы изгоняете скажем так нарушителя да и продолжаете заниматься своей стройкой но акцент у вас сейчас на построение себя здесь идет завершение 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 здесь у вас идет этап взросления да то есть вот как раз таки вот это вот бережная да вот это вот нежная какое-то хрупкое очень такое молоденькое и тепленькое по ощущениям то что вас зародилось да она очень напоминает как раз таки ребенка и вы охраняете именно вот это вот свое внутреннее что у вас появилось и поэтому при взаимодействии с людьми вы одеваете такую маску когда показываете что вы уже стали взрослым человеком вот здесь вот общая концепция того что раньше вас возможно воспринимали как незрелого человека до человеку которого нет границ которого можно в любое время дня и ночи позвонить побеспокоить и это было нормально да можно просто как воспользоваться вами как жилеткой либо как свободными ушами вы к этому нормально относились либо просто съедать ваше время и вот я могу сказать даже что вами пользовались да как то вот не уважительно относитесь просто потому что у вас не было границ да вы как-то вот воспринимали мир как одно общее единое и здесь действительно не было границ просто потому что не не то чтобы вы не умели их выстраивать что тоже имеет место быть а здесь просто ваше восприятие мира она была таким что если я достаточно зрелая личность условно говоря да и вижу во всем единство то вы и через эту призму взаимодействуете со всеми людьми но люди к сожалению есть разных уровнях и разных энергетических вибраций ниже вас и и вот вот это вот ваше миролюбие да ваше огромное сердце воспринималась как а знаете какой-то вот дурачок наивный человек который можно попользоваться то есть с вашей точки зрения это было но я хочу отдать я хочу поделиться да то есть вас более высокие моральные элементы присутствуют вашем характере а у людей они немножко вот как разки эти теневые аспекта которых мы говорили до более инстинктивные импульсивные но более низменные такие и вот здесь была несостыковка и поэтому условно говоря люди вами пользовались а а вы на них смотрели здесь тоже своего рода не зрелость присутствовала до что вы на них смотрели с точки зрения я ладно я к тебе так отношусь знаете вот как как любящая мать да потому что у меня больше понимания у меня больше знания касательно мира и снисходительно как-то более терпеливо что ли может быть относить а сейчас у вас как-то произошло вот это взросление и вы поняли что окей я могу оставаться при себе при своих мнениях на при своих взглядах но при этом я уже не хочу быть донором я уже отгоняю всех своих вампиров мне это уже не нужно то есть вот все вот эти вот душа хитросплетения которые были вашу сторону люди думали что вы это не понимаете в это не видите может можно вами пользоваться а вы это четко осознавали просто знаете иногда был такой момент блин я хочу посмотреть до какой степени до наглости себе хватит на чтобы со мной так взаимодействовать вы допускали это но это был ваш осознанный выбор то есть если с точки зрения людей они думали что они вас обманывают ну то что вашей точки зрения вы просто смотрели хотели посмотреть да на уровень наглости этого человека до вседозволенности то есть если у него границы или нет сейчас эти границы вы научились выстраивать да вот так вот вы взаимодействуете такую роль персоны но человека который уже не показывает свои эмоции скрывает да он говорит только то что он считает нужным на такая знаете своего рода броня защита вот ты вы будете знать только то что я посчитаю нужным то что не считаю нужным это будет мое я буду свои границы очень четко отстаивать защищать вот это вот ваша маска это ваша персона при взаимодействии с другими людьми вы знаете вы даже иногда можете где-то хитрить меня такое ощущение что ваше окружение она может быть на ступеньку ниже вас и поэтому вы можете управлять этими людьми хорошо тень до ваша тень эта часть вашего бессознательного что у вас какие там ваши недостатки инстинкты что у вас вообще происходит вот смотрите выпало сразу ваш теневой аспект самопожертвования вот то что я сказала ранее на о том что когда вы взаимодействуете с людьми вы осознанно это делаете да я я жертвую собой просто потому что это опять-таки убеждение да то есть вот эти тени это наши негативные установки убеждения которые говорят о том что если не я то кто да ну кто то же должен брать на себя вот эту вот роль у вас есть лидерские качества только вы их в теневом аспекте проявляете как знаете я беру на себя ответственность жертвовать чем-то ради ради кого-то то есть ну например сейчас я например веду и вы поймете о чем здесь речь идет самопожертвование ну допустим у вас есть младшие братья сестры да и вот вы все это время как-то оставите их в приоритет нежели себя да то есть я накоплю денег и и допустим накопили купить себе машину вдруг приходят там брат или сестра вот им нужно там на учебу к примеру и вы выбираете да нет я пожертвую собой то есть я пожертвую этой машины да ну дам своему брату потому что либо сестре на чтобы помочь как раз таки в образовании да потому что если не эту кто у маму папу жене да я самый главный допустим остался осталась в семье и вот я должна и вот ваша ваш теневой аспект который вы сейчас проигрываете и вы вот то что новое сейчас у вас происходит да то что я сказала ваше эго ваше восприятие она как раз с этим и связано то есть вы как будто бы прорабатываете этот день да именно само пожертвование то есть вы уже понимаете что хватит жертвует собой ради кого то когда я буду жить для себя то есть вы уже понимаете что вот это вот игра ваша да вот я такой вот хороший понимаете здесь негатив чем заключается вот вашего стоит вот высоком мораль а в теневом аспекте это наоборот а моральные какие-то вещи да то есть это какая-то вот противоположность вот ваша высокая мораль что когда я часто читаем это в комментариях меня это дико раздражает да я чищу свой рот вот я такая личность да что если не я то кто будет чистить этот род а этот рот вообще непонятно с какое количество людей там бабушек дедушек с одной стороны с другой стороны там 7 поколение 10 20 и вот представьте у каждого есть своя карма и вот ты должен отработать бабушку дедушку с одной стороны с другой стороны там одно поколение второе 5 10 так это не початок работа то есть вы не будете жить ради себя, будете всю жизнь чистить вот эту вот карму, вот казалось бы, да, вот очищение родовой вот этой вот всей системы, это же как, это, то есть, ну, я избранный, да, вот здесь вот эго, в чем минус-то? Теневой вот этот вот аспект самопожертвования, если не я, то кто? Я избранный, да, меня избрали вот именно на эту роль, что я должна, либо должен как-то жертвовать собой, во имя чего-то, да, там, что-то почистить, что-то сделать, какую-то ответственность понести, и вот это вот вы сейчас прорабатываете, на самом деле, то есть у вас приходит какое-то вот такое, знаете, осознание, а почему я? И кто меня вообще нафиг выбрал? Я не хочу быть избранным, я хочу быть счастливым, да, я хочу быть здоровым, я хочу жить для себя в удовольствии, ради себя, не буду я больше никем жертвовать, то есть вот здесь у вас переходит в сознание, да, вот это вот неосознанная ваша часть, вы ее осознаете, возможно, вы здесь совершали какие-то практики, какие-то действия, механизмы запустили, что вы прорабатываете, какой еще тень свою прорабатываете? Личный миф, да, вот как раз таки личный миф, он у нас и говорит о той истории, которую вы придумали, то есть вы придумали для себя какую-то сказку, да, в данном случае вот то, что я сказала, да, что я, допустим, в чем-то избранный, и я должен, либо должна нести какую-то ответственность, опять-таки, не за себя, обращаю ваше внимание, за кого-то, то есть я осознанно жертвую своим временем, я осознанно должна пожертвовать, допустим, элементарно, мой пример, чтобы было понятно, да, я торолог, да, я, например, делаю какие-то расклады, вот теперь, представляете, начинают писать люди в комментариях, да, из уважения отвечаешь, и вот начинают свою историю, один раз, второй раз походит какое-то время, и у них есть такое вот, ну, у некоторых людей, да, такое понимание, что если ты торолог, значит, ты нам что-то должен, я в любое время дня и суток могу тебе написать, и я жду ответ, и когда это, и вот здесь вот как раз вот этот вот личный миф, это я сейчас утрированная, да, ну, то есть образом, чтобы вам понятно было, привожу пример, вот этот вот миф, да, я торолог, это миф, да, что я кому-то обязана, там, что-то отвечать, что-то доказывать, кого-то там что-то не устраивает, и я должна этому соответствовать, жертвовать там своим временем, да, жертвовать своими финансами, чтобы покупать как-то, улучшать, я не знаю, камеру, там, микрофон и так далее, и так далее, да, вот это вот и есть личный миф, то есть это придуманное, никто никому ничего не должен, нету какого-то, каких-то обязательств, то есть если кто-то что-то делает, тем более за бесплатно, он делает это потому, что он хочет, то есть нет такого, я должна пожертвовать своими личными деньгами для того, чтобы, то есть забрать все семьи, для того, чтобы купить себе, допустим, камеру, купить там, я не знаю, колоду, либо еще что-то, просто для того, чтобы люди смотрели расклады и за это ничего не платили, да, то есть для них это будет писать, а я, значит, должна вкладываться вот здесь примерно, вот этот миф это сейчас не в корт никому, я просто пример привяжу да, то есть у вас он может быть свой вы сейчас это прорабатывает, такое ощущение, что вот этот вот момент заросления до вас дошло а почему вообще я раньше так поступала да, для чего, то есть какая сказка у меня что я себе придумала, какую сказку я придумала, историю, и должна ей соответствовать, причем в соответствии с этой сказкой я должна чем-то жертвовать и еще одна тень вытащим вот тяжелая работа, да, то есть здесь как раз таки история может быть того, что деньги к вам не придут легко, вот, а надо постоянно очень много работать надо постоянно вкладываться, допустим для того, чтобы было признание, здесь сразу могу сказать, что если у многих ну, не у многих, у кого-то может быть возникает такое раздражение, что как так, этот человек, допустим только, ну, условно говоря неделю, либо месяц на канале, а у него уже там в 3, либо в 4 раза, либо в 10 раз подписчиков больше, чем у меня при условии того, что я работаю, значит, гадаю, вкладываюсь, там что-то делаю, ну, то есть тяжелая работа, да, то есть я работаю тяжело, а у меня нету этого результата, а другой человек как-будто легко, и у него этот результат появился, это может вызывать раздражение, несправедливость, это может вызывать, Вызывать какую-то агрессию. Вот эти тени вы сейчас прорабатываете. Сейчас у вас именно затронут этот момент тяжелой работы. Потому что нужно много работать, нужно быть дисциплинированным. Что жизнь вообще какая-то сложная. Если ты хочешь что-то получать, ты должен чем-то жертвовать. Это ключевое. И самое интересное, что это придуманное вами. Для чего оно было придумано? Давайте я просто посмотрю, для чего вы себе этот миф придумали. Вы знаете, на самом деле это придумано для вашего же собственного роста. Для вашего же собственного развития. То есть если бы у вас в жизни все вам легко удавалось. Вы бы не стали тем, кем вы стали. И не пошли бы те уроки. То есть на основе этого мифа, который вы придумали. У вас вы получаете здание. Вы становитесь мудрее. Вы становитесь... То есть вы проходите какие-то трудности, сложности. Они формируют вас, формируют ваш характер. То есть здесь у вас идет развитие именно через этот миф. То есть плюс этого мифа. Минус мы увидели. Самопожертвование и так далее. Но плюс заключается в том, что если, допустим, в вашем случае. Через эту трудную работу, через поиск, через обучение, через стремление, дисциплину и так далее. Вы становитесь другим человеком. Вы становитесь более мудрым. И вы можете быть наставником. Вы можете быть человеком, который передает знания. Вы оттачиваете свое мастерство. Вы оттачиваете какие-то свои качества. Поэтому если у вас возникает... На основе моего примера, что я говорила. Если у вас возникает, например, некая такая агрессия. Почему там у этот человек за месяц у него в 10 раз больше подписчиков, чем у тебя там, например, за какой-то... Ну, намного там за полгода, к примеру. Так вот этого сравнения не должно быть. Почему? Потому что ваша задача создания мифа, она как раз-таки помогает вам через вот этот вот долгий, трудный, нудный вот этот вот путь. Вы становитесь тем, кем вы становитесь. Вы оттачиваете эти качества. То есть другой человек, ему может быть вообще и не нужно. То есть он может быть какой-то более поверхностный. И у него другой путь. И поэтому у него другое развитие, другое количество, допустим, подписчиков. А вот у вас путь на основе вот этих трудностей, сложностей, которые вы выбираете. Вы формируете, оттачиваете свои качества, вы становитесь более мудрее. Это вам нужно для вашего пути развития, для вашего восприятия мира. Ну, здесь очень такое глубокое. То есть вы понимаете, да, самое интересное. Вы прорабатываете, причем через это вы прорабатываете свои какие-то сценарии. Вы прорабатываете свои глубокие страхи, фобии. Вы преодолеваете это все. То есть вот этот миф, с одной стороны, казалось бы, он минус, да, потому что это теневой аспект. Но роль тени, в чем заключается, как писал Юн, как я сказала в начале, что если ты личность, ты из теневых аспектов черпаешь вдохновение, вдохновение, воодушевление. То есть ты черпаешь оттуда эту энергию в плюс. Но если ты индивидуальность, ты наоборот стараешься побороть эти качества. Вот в данном случае это как раз таки вот про это. То есть если вы рассматриваете в плюс, это вас воодушевляет, да, вы черпаете оттуда силы и энергии, вы понимаете через эти трудности, преодолевая их, страхи и так далее, и так далее, я становлюсь мудрее, я становлюсь более профессиональной, я становлюсь более уверенной, у меня меняется восприятие мира. То есть вы оттуда черпаете из этой тени свои силы. Как личность. Если вы индивидуальность, вы это будете подавлять. То есть вы будете подавлять вот это самое пожертвование, тяжелую работу, будете это избегать, и это будет у вас минус, понимаете? То есть тень как таковая, как и все в принципе в этом мире, оно не может быть либо плохим, либо хорошим, да. Здесь вопрос взглядов исключительно. Вот такая вот у нас с вами была первая позиция. Какая подводка? Такая и позиция. По времени. Я имею в виду, я не знаю, сколько времени я это буду загружать. Надеюсь, вам понравилось. Вот если вам интересная тема, то в четверг, когда мы будем проводить прямой эфир, можете меня поспрашивать, там уточнить, я вам уточню, если что-то вам еще непонятно. Мы с вами переходим к позиции номер два, красненько ему камешку. И начнем, двоечки мои дорогие, с момента нашего эго. Как вы себя воспринимаете, ваша сама душа отождествления. Так же, как и в первой позиции, у нас здесь показывает данный этап. Не в общем, какой вы характер, а именно ваше восприятие на данном этапе, на котором вы находитесь. Итак, как вы себя осознаете, как вы себя понимаете на данном этапе? Как человека, такого достаточно молодого, о молодом состоянии души, здесь говорится о каком-то новом начинании, о том, что произошли перемены. Перемены вашей жизни, причем разрушительные, достаточно болезненные. То есть то, от чего вы не могли избавиться долгое время. Что-то неожиданно случилось, и все это рухнуло. Причем рухнуло то старое, которое должно было уйти, то, за что вы держались, для того, чтобы пойти в новое. Поэтому на данном этапе, если мы говорим об эго, вы воспринимаете себя как человека, который встал на новый этап в своей жизни. Что-то старое, то, за что вы цеплялись, то, за что вы держались, какие-то возможные убеждения, сценарии, они вам уже не нужны, они уже не актуальны для вас, и они должны были разрушиться. Но вы за них держались, и поэтому разрушение было очень-очень болезненное. И неожиданным для вас. Как еще? Да. Да, это подтверждение карт. Как вы себя сейчас воспринимаете, как человека, который учится, да, он только начинает, он только встал на этот путь, именно понимание ценности себя. Да, то есть вот все старое, вот эта вот шелуха, она сейчас опала, да, неожиданно, вы даже, может быть, и не хотели, либо хотели, да, но возможно, чтобы это было как-то постепенно, поступательно и не так болезненно. Ну, что-то произошло, и неожиданно оказались в той ситуации, суть которой, да, урок которой, именно понять себя, ценность себя, кто вы есть на самом деле, да, и именно принять. Здесь, возможно, также вы себя воспринимаете, как человека, который только встал на путь самопознания, на путь именно какого-то, знаете, какой-то гармонизации, баланса внутри себя. Здесь такое ощущение, что здесь не про взросление речь идет, а здесь про, больше, знаете, мне напоминает почему-то юность, я возраст, так где-то около 30 примерно, 27, 30, когда есть еще молодость, да, и, ну, я уже не под маминым крылом, и как-то вот самостоятельно, здесь ощущение того, что, может быть, кто-то съехал от родителей, да, и вот как-то вот вдохнул полной грудью, воздух, свободы, вот это вот какой-то независимость, вот здесь вот такие вот энергии, очень молодые, но при этом полные сил, да, то есть желанием обучаться, желанием что-то интересоваться, да, вот здесь вот, возможно, кто-то действительно в прямом смысле, ну, во-первых, кто-то поступил, почему-то, мне кажется, в медицинский институт, что-то связано с медициной, да, как-то начал обучаться, это один момент, кто-то, может быть, начал обучаться именно психологии, вот, либо эзотерике, кто-то встал на этот путь, да, только на начинающем этапе, вот, и это было, причем, знаете, здесь, допустим, элементарно, как в моей жизни было, да, то есть я к Таро пришла через разрушение зависимых отношений, и для того, чтобы найти ответы на свои вопросы, да, вот меня это сподвигло именно к Таро. Вот здесь, возможно, тоже так, то есть через, знаете, какие-то личные моменты в вашей жизни, когда, знаете, вы как будто бы себе здесь сказали, что все больше не хочу, почему со мной так обращались, почему со мной себя так вели, неужели я действительно из себя ничего не представляю, неужели я не ценный, не уважаемый человек для самого себя, и вот это вот, знаете, какая-то мысль, да, вот это вот всплеск в ваших вот этих внутренних, может быть, инсайк какой-то, да, вы как будто бы, знаете, как ребенок топнула ногой, нет, так больше не будет, все, больше так я не хочу, вот, и как будто бы здесь произошло вот некое такое бунтарство, да, когда мы встали, либо после, опять-таки, почему-то родители, да, здесь образ показывается, да, когда я говорю, нет, неважно, есть у меня деньги или нет, получится, не получится, да, я съезжаю, вот, все, я уже готов начать свою новую жизнь, да, может быть, здесь у кого-то был какой-то разрыв, да, в личной жизни, вот, и вы как будто бы съезжаете, да, отправляетесь в свободное плавание, и вот здесь вот, здесь начинание какого-то этапа, здесь очень молодая энергия, причем такая мягкая, достаточно женская энергия, здесь не мужская энергия, если вы мужчина, то у вас, ну, такие мягкие, приятные качества, вы не конфликтный человек, да, вы такой, знаете, теплый, опять, я про мужчин говорю, теплый, ну, вот, знаете, какой-то вот заботящийся, да, нет у вас, вот, почему-то мужчина здесь у меня проходит, опять-таки, молодые, в возрасте, ну, где-то до 35, может быть, да, и здесь вот эти вот мужские энергии, они, знаете, как у человека, который больше молчит, да, вот, даже если вы и девушка, то здесь у меня идет восприятие человека, который, ну, я лучше помолчу, да, я лучше присмотрюсь, то есть, вы тот человек, который любит больше слушать, нежели говорить, да, и вот больше наблюдаете, здесь есть наблюдательность, здесь есть, вообще такой, знаете, интерес к жизни, я говорю что-то новое, здесь такое зародилось, это вот ваше восприятие себя на данном этапе, здесь однозначно, какой-то просто новый этап начался, я не думаю, что здесь, ну, хотя вполне возможно, что и возраст, да, может быть, молодой, вот, это ваше восприятие себя на данный момент, да, это ваше эго, теперь посмотрим вашу персону, когда вы одеваете маску, да, проигрывая какие-то социальные роли, при взаимодействии с другими людьми, то есть маску мы одеваем только тогда, когда мы начинаем с кем-то, коммуницировать, то есть если мы не общаемся, ну, зачем нам маску, условно говоря, зачем нам кому-то представляться, допустим, что меня зовут Элени, если я одна, да, такое вот использование имени, да, либо свое представление, одевание маски нам нужно только тогда, когда есть другой человек, когда другого человека нет, я так знаю, как меня зовут, да, зачем мне это озвучивать, вот ваша персона, ваша маска, вот смотрите, опять-таки, как интересно, как мы меняемся, когда одеваем маски, то есть до этого я говорила, что вы достаточно мягкий человек по характеру, такой, знаете, не то, чтобы вы прощаете других людей как-то, когда они, может быть, вас обижают или еще что-то, вы стараетесь просто обходить острые углы, да, ну, не провоцировать на конфликты, вам лучше уйти, вам лучше промолчать, не ваше это, ну, просто вам не свойственно, да, я не говорю, что вы это не умеете как-то себя отставить, либо еще что-то, просто это не ваше, да, вот, вам ваше внутреннее состояние души, вот это вот комфортное, спокойное умиротворение, оно ваше, да, обычно таких людей, иногда люди, когда они понимают, называют, ну, ни рыба, ни мясо, да, ну, то есть, где твой внутренний стержень, да, покажи, но это ошибочное, тем более, если мы говорим это от вас, да, у вас есть свой внутренний стержень, сто процентов, но может создаваться такое впечатление, так вот, когда вы одеваете маску, да, здесь показана, да, маска такого человека, который достаточно ранимый, человек, который прожил какую-то боль, прожил какое-то очень сильное переживание, человек, который реагирует на любой негативный комментарий, человек, который, за спиной которого могут говорить, осуждать, да, здесь мне показана некая такая защита, да, что вот вы как будто бы защищаете свои собственные желания, причем самое интересное, говоря о том, что у вас нету внутреннего стержня, когда я упомянула про рыбу и мясо, да, вот в вас есть стержень, да, только почему-то, причем, знаете, очень сильная такая мощная энергия, вы знаете себе цену, где-то глубоко внутри себя вы знаете эту цену себе, но почему-то, когда вы одеваете маску, вы показываете людям именно человека, который раненый, человеку, которому причинили очень много боли, человек, о котором, знаете, вот такое ощущение, у вас грустные какие-то глаза, и у меня такое ощущение, что вот смотришь на вас, и вот такое ощущение, что очень много слез было в вашей жизни, что мне показывают здесь картину, как будто бы мама достаточно, либо какое-то авторитетное лицо, взрослое, а вы представляетесь как маленьким ребенком, постоянно вас ругает, и вот вы молчите, вы не плачете, вы сдерживаете эти слезы внутри себя, вы не выпускать, не даете им волю, чтобы не показать, как вам больно, и вот здесь вот люди как будто бы продолжают вам это говорить, почему, потому что им кажется, что вы не сможете их остановить, и вы не сможете дать им отпор, но это ошибочно, обычно о таких, о таких людях, знаете, когда говорят в состоянии аффекта пошел убил свою маму, либо еще что-то, то есть долгое-долгое время терпел, а потом уже все дошло до предела, вот здесь вот такая вот какая-то черта рассказывает, то есть когда вы одеваете маску, вы показываете такого человека, которого можно обидеть, человека, с которым можно не считаться, но при этом за всем этим вы скрываете какой-то вот, знаете, силу, но здесь не про мощь, про динамику какую-то, а здесь вот энергия, ее много, как будто, знаете, какой-то потенциал, мне очень напоминает это про то, что, знаете, вот есть такой, допустим, школа, опять-таки, я же говорю, молодую какую-то энергию показывает, школа, он сидит, ребенок, и вот одноклассники, значит, его как-то подавляют, да, словесно, вот этот буллинг, и, значит, вот этот вот взрыв, который есть внутри этого ребенка, он приходит домой, ставит холст и начинает рисовать, и вот, чтобы выплеснуть вот эту всю энергию, и этот рисунок, он превращается в какой-то шедевр, да, в очень такой дорогой, до тех пор, пока не найдется нужный человек, да, чтобы увидел эту картину и позвал, допустим, в художественную школу либо еще куда-то, то есть, вот здесь вот суть заключается в том, что у вас огромный, огромная сила, огромный потенциал, но она не направлена в негатив, то есть, это не то, что вот мы подавляем какую-то агрессию, вот, а потом я хочу, там, навредить кому-то, да, либо себе, или кому-то другому, нет, а здесь вот за этим всем, вот за этой слабостью, которую вы показываете, да, перед другими людьми, как будто бы, знаете, вот вы лузер, вот вы одеваете какую-то маску человека, который проиграл, проиграл бой, проиграл войну, да, опять-таки, несостыковка, да, это люди видят вас таким, вы, возможно, через это показываете, что я просто хочу избегать этого, да, я просто хочу избегать конфликтов, мне не надо никому ничего объяснять, не надо ничего говорить, мне и так хорошо, да, но люди вас видят вот именно, вот такую маску, да, не какого-то страдальца, но в душе не вы не такой, вот что я хотела сказать, что вы не страдалец, вы не жертва, вы не тот человек, да, были у вас слезы, были у вас раны, были у вас предательства, были у вас оскорбления, это все было, но это вас не сломало, да, это, это вас присутствует, вы как будто бы вот просто не можете раскрыть словесно, вербально свой потенциал, да, вот вы в себе держите, как ни крути, ни верти, мне здесь люди, которые мало говорят, мало говорят, очень много держат в себе, у кого-то может быть действительно реально какое-то косноязычие, неумение выражать, может быть здесь кто-то из вас пишет, ведет дневники и выплескивает все, что есть, вот именно в письменном виде, да, здесь тоже, как вы знаете, способ самовыражения, хорошо, давайте я посмотрю вашу тень, в чем ваша тень, в первой позиции мы рассматривали и увидели как раз, что в тени есть и плюсы, но все равно, давайте посмотрим, в чем ваша тень, ну вот, желание быть особенным, да, то есть желание быть особенным, ваша тень угождать другим людям, да, вот то, что в принципе, почему вы, одевая маску, да, при взаимодействии с другими людьми, создаете вот такой вот образ некого мученика, да, то есть желание, вы хотите, знаете, вот это вот желание быть особенным, в вашем случае оно считывается, как, я хочу просто помочь, да, причем такой, знаете, вот благой какой-то намерень, да, просто потому, что я могу, вот здесь такое какое-то, как бы описать вам это ощущение, то вы-то его-то чувствуете, и знаете, о чем я говорю, но здесь мне дает энергия такую, что я просто хочу помочь, потому что у меня есть к этому склонность, у меня есть к этому способность, я действительно это могу, но люди не воспринимают именно от вас, то есть от кого-то другого нечто аналогичное, да, было бы воспринято позитивно, но не от вас, но не от вас, здесь ваша тень, вот это вот желание выслуживаться, да, это теневой аспект, да, для того, чтобы на меня обратили внимание, и вот здесь вот хочется так сказать, знаете, какое-то выражение, соберись тряпка, да, соберись и покажи свой характер, вот здесь вот чувство, как будто бы люди специально вызывают вас на какой-то конфликт, на какую-то агрессию, для того, чтобы вы проявили свой характер, то есть на данный момент, да, мы сказали, что вы воспринимаете себя как человека, который учится ценить себя, и вот люди воспринимая вас, как-то, знаете, с сожалением, с какой-то, ну, жалость это нехорошее качество, да, это когда кто-то возвышает, над вами, оно нехорошее качество, и вот здесь вот оно как раз-таки сочетается с вашей тенью, желанием быть особенным, когда хочется сказать, что хватит выслуживаться, да, уже начни жить, уже покажи свое вот это вот я, да, вот здесь вот желание, сейчас этап, возможно, у вас такой, когда вы будете учиться, либо уже проживаете вот эти вот тени, да, когда начинаете показывать свой характер, покажите свой голос, да, то есть дайте кому-то отпор, это не будет значить, что вы плохой, да, вы не будете себе вредить, здесь вот что-то такое, то есть чувство, как будто бы вас специально выводят из себя, для того, чтобы вы проявили, да, высказали, ну, то есть не жили так, как жили раньше, вот это вот выслуживаться, всем поклоняться, да, чтобы за вас счет вас выезжали, и то есть здесь вот прям вот этот вот сценарий, что меня заметят, меня оценят, вот прям вот какой я хороший, и мне за это что-то будет из того, что я хотела бы, а на самом деле происходит абсолютно противоположное, наоборот, таких людей не любят, да, наоборот, таких людей, вот знаете, гнобят, издеваются, да, вот здесь вот что-то такое, трагедия, да, вот сценарии, ну, здесь вот такие вот жалостные будут, да, сценарии, моя жизнь трагичная, да, обрати на меня внимание, вот меня мучили, у меня детство такое не очень-то хорошее, вот это вот сеть, для чего, для того, чтобы привлечь внимание, да, что желание быть особенным, и вот трагедия, это как раз-таки, вот это, вы знаете, позиция под, да, я не на равных с людьми, а я под, но вы делаете это, в некоторых моментах, конечно, здесь неосознанно это, да, но сейчас мы это проговариваем, и теперь вы с этим будете знакомы, вы должны понимать, что у каждого человека своя история, да, у каждого человека своя трагедия, и не факт, что если человек улыбается, у него трагедия намного меньше, чем ваш, да, то здесь как будто бы есть какая-то некая манипуляция, да, а вот именно вашей истории, да, очень много вот драматизма, и не случайно, ну, вы творческий человек, да, вы можете эту тень, например, использовать, там, я не знаю, в актерском мастерстве, да, либо в практиках НЛП, да, в переговорах, когда можно вот использовать эти запретные ходы, да, работая на чувствах и на эмоции другого человека, когда, знаете, вот затрагиваете самые такие тонкие струны, да, чтобы получить то, что вы хотели, еще какая ваша тень, ну, вот выпала тень ненависть, в первом случае, во-первых, у вас ненависть к самому себе, но вы считаете, то, что мы говорили в самом начале эго, что вы как раз-таки начали этот этап, да, познания себя, ценности себя, и поэтому вот ненависть, она у вас будет проигрываться, да, для чего? Для того, чтобы вы полюбили себя, чтобы вы приняли себя, то есть вот эти тени, которые я сейчас озвучила, вы с ними сейчас работаете, по факту, они должны быть неосознанными, ну, и они были до определенного момента, вот, но сейчас вы, озвучивая их, да, вы понимаете, что это скрытые ваши какие-то желания, да, это скрытые какие-то ваши мысли, то есть ненависть не принятие самого себя, не любовь к самому себе, ненависть может быть к кому-то, да, причем вы очень долгое время можете помнить об этом, и тем самым вы придумываете себе вот этот вот сценарий трагедизма, который уже может быть сто лет там в обед, меня оставили, меня бросили, меня не любят, вот, и на основе этой ненависти, да, подключаются и другие вот эти вот тени, да, что я-то тебе столько много всего сделала в отношениях, а ты меня не признал, ты вот такой нехороший, я тебя больше ненавижу, и у меня вот трагедия, и теперь как я буду жить, это тени ваши, и они все связаны с тем, как раз таки с вашей ценностью себя, то, что я говорила в начале в подводке про самость, да, когда у нас есть интеграция нашего бессознательного и сознательного, то есть сознательно, это я хочу пойти в ценность себя, познание себя, я встал на этот путь, а бессознательно я это не осознавал, не было гармонии, вот она вам, пожалуйста, ваша тень, проработайте ее, сгармонизируйте, ну, что можно сделать с этим? Что можно сделать с этой тенью? Закрутить, знаете, здесь осознание, колесо фортуны у нас говорят, говорит об осознании, этого сценария, этого сценария, как только вы его поймете, вы сможете закрутить колесо туда, в том направлении, в котором вы хотите, и вы можете по рыцарю жезлов черпать оттуда энергию, то есть, к примеру, если вы музыкант, у вас была такая вот история, есть такая тень, трагедия, как я говорила в первой позиции, то есть, если вы личность, вы из своих теневых аспектов начинаете черпать во благо нужную вам энергию через воодушевление, через творчество, а если вы индивидуальность, то вы стараетесь эти тени просто подавлять, избегать, все будет зависеть от вас, что вы хотите сделать, так вот, если вы все-таки, допустим, музыкант, вы берете непосредственно эту трагедию, более пишете прекрасную, прям уникальную мелодию, либо песню, вот то, что я вам говорила, когда я писала про школьника, который в школе, которого гнобет, а он прибегает домой и рисует шедевры, вот здесь примерно то же самое, если вы действительно хотите быть исключительным человеком, в каких-то своих способностях, качествах, желания быть особенным, выделиться из толпы, выделяйтесь через вот эти вот свои тени, то есть, если вы что-то ненавидите, не надо это в себе подавлять, используйте это во благо, да, чтобы что-то сотворить, да, чтобы, ну, здесь идет взросление, здесь идет этап взросления, да, вы, к сожалению, о чем-то упущенном, о чем-то оставленном в прошлом, да, но это этап вашей души, вот используйте его во благо, для того, чтобы это вас наполняло, то есть, не для того, чтобы вспоминать это, думать и включать в себя какие-то негативные эмоции, нет, наоборот, используйте это, допустим, ненависть, да, когда у вас вот появляется вот это, и чувство, ощущение, и вы его, прямо, ощущаете очень хорошо, начните заниматься спортом, это вот вам дополнительный импульс, да, начните сделать какие-то упражнения, которые бы вы раньше не делали, элементарно впустите в уборку, допустим, появилась ненависть, вспомнили, допустим, своего бывшего, либо бывшую раздражать, взяли тряпочку, взяли ведерко с водой, причем по старинке, на коленках, не со шваброй, на коленках, вот, знаете, и польза, и чисто будет, вот вам она, и гимнастика, и энергию, вы выпустите, ну, я сейчас утрирую, но вы можете направлять какие-то свои русла, которые вас будут наполнять, здесь десятка кубков говорят о наполнении, то, что это вам будет давать радость, то есть черпайте из своих теней энергию для того, чтобы нас созидать, в созидательное какое-то русло, да, не в негативное, вот, чтобы огорчаться, а наоборот, в созидательное, тогда вы как раз-таки и повысите свою самоценность, если вы из трагедии начнете писать прекрасные новеллы, либо, я не знаю, очерки, эссе и так далее, и так далее, и будете выделяться, да, и ваш слог, он будет очень красивый, литературный, вот она ценность вас, вас будет принимать, то есть вы выразили себя, вы не подавили, еще расскажу, здесь время позиции, то, что я говорила, да, ни рыба, ни мясо, это внешне так кажется, проявите себя, покажите, да, если вы не хотите конфликтовать, не надо этого делать, но вы можете выразить себя, да, как-то иначе, как-то по-другому, так, это у нас была с вами вторая позиция, в каком-то время, надеюсь, успех, и мы с вами переходим к последней позиции, к троечке, зелененькому камешку, ваше эго, да, может быть на данный момент, восприятие себя, как вы себя воспринимаете, да, ваш портрет, человека достаточно целеустремленного, человека собранного, человека подвижного, подвижного, умеющего видеть плюсы и минусы, и делать из этого определенные выводы, то есть вы умеете управлять двойственностью мира, плюс ко всему у вас прекрасно, как оно называется, визуальное воображение, да, то есть вы видите, здесь, знаете, вы человек, который ставит себе цель, причем не просто цель, да, подумал и сделал, а вы ее прекрасно видите, вы ее фантазируете, визуализируете, да, воображаете, вот, все это прочувствовали и направили, сконцентрировали свою энергию, направили в нужную русскую, и для достижения того, что вам необходимо, если мы говорим о вашей природе, то по своей природе вы достаточно мягкий человек, хотя, допустим, тройки обычно у нас не такие, но это вот ваше восприятие, да, что вы мягкий человек, у вас очень хорошо работает интуиция, вы являетесь отражением для других людей, вы им показываете самих себя, допустим, если к вам приходит человек, начинает там на повышенных тонах с вами разговаривать, вы тоже так будете, то есть ваша мягкость, она не мешает вам отражать человеку его поведение, да, то есть если он кричит, вы будете кричать, но не потому, что вам такое число, а просто вы ему должны отзеркалить, здесь люди тонко чувствующие, здесь люди, которые, у которых есть определенная история в жизни, вы умеете считывать прошлое, да, но вам подвластны, если вы захотите с ним работать, то есть черпать информацию оттуда, прошу прощения, вы человек, который развивается, да, двигается вперед, вам нравится коммуникация, вам нравится праздник, вам нравится движение, да, я могу сказать, что вы внутри себя достаточно гармоничны, у вас подход к жизни такой легкий, да, как некая игра, и это хорошо, то есть это неплохо, как недавно мне написали в комментарии, я ко всему отношусь достаточно легко, да, как мне быть взрослым, вот, не надо, будьте собой, да, вот здесь вот ваше восприятие того, что вы хотите, возможно на данный момент вам просто необходимо какое-то вот общение, да, может быть кто-то долгое время был в каком-то замкнутом пространстве, и вот не хватает живого общения, да, не через переписку, а именно живого какого-то общения, не хватает какого-то движения, развития, есть какая-то стабильность на данный момент, да, она хорошая, да, но хотелось бы что-то другого, да, то есть вот на том уровне, где я нахожусь сейчас, я уже как будто бы все узнала, я уже все попробовала, вот хочется что-то другого, хочется что-то новенького, что-то какого-то, знаете, импульса, азарта, вот не хватает искры какой-то, знаете, вот заинтересованности, какой-то аферы, вот с хорошей точки зрения, да, не хватает какой-то интрижки, что ли, что-то, чтобы кровь кипела, вот здесь вот такого ощущения, да, такое ощущение, что вот не хватает вот этой, вроде бы все устраивает, вроде бы все удовлетворяет, вот, но не хватает вот какой-то авантюры, да, есть какая-то остановка, ожидание, да, вот умиротворение, какое-то спокойствие, да, вот здесь душевное какое-то спокойствие, вот здесь ощущение того, что вы словили какой-то момент дзен внутри себя. Он вроде бы вас удовлетворяет, но в нем нет роста, и вы это понимаете. Обычно мы говорим о том, что нам нужна золотая середина во всем. Но здесь вот такой вот интересный казус произошел с вами, что вроде бы вы нашли эту золотую середину, но вы как будто бы себе запрещаете отклониться от нее. И вам стало как будто бы скучно. Вот эта вот ровно-хорошо удовлетворенность, гармония, мир и так далее, она вам стала скучно. Внутри есть вот этот вот порыв, позыв отклониться чуть-чуть, немножечко от своей гармонии, от своего равновесия для того, чтобы привнести какой-то огонек в свою жизнь. привнести какой-то встряску, да, знаете, здесь встряску нужна. Здесь не надо отклоняться очень много и далеко. Здесь просто нужна какая-то встряска, знаете, встрепенуться. Чувство, как будто бы, знаете, зима, медведь уснул, да, зимняя спячка, ну что, тепло, хорошо, кушать не надо, никуда бегать. Охотиться не надо, запасы хватает, вот как медведь. Уснули, ну все уютно, да, никто ничего не мешает. Все вроде бы устраивает, да, плюс ко всему еще и отдыхая. Ну вот пришло время уже как будто бы проснуться от этой спячки, вот, и как-то начать уже шевелить своими булками. А не хочется, не хочется, да, вроде так это, тепло, это холодно под кроватью, под одеялом, в кровати, может быть, под кроватью, да, в кровати тепло, на улице холодно, вставать неохота, да, но понимаешь, что если ты не встанешь в кровати, никакого движения не будет, да, все равно нужно что-то делать. Сейчас у вас вот как-то вот такое вот восприятие вас. Почему-то сегодня мне ни в одной позиции не дало описание вас как характера, как человека, да, а именно какие-то ситуации идет описание вашего восприятия на данный момент, да, вот ваше эго, как оно воспринимает какую-то ситуацию. Хорошо, давайте мы посмотрим вашу маску, персону, да, ту маску, которую вы одеваете при взаимодействии с другими людьми. Вот здесь так интересно, вроде бы, смотрите, внутри вас, да, все хорошо, то, что я рассказывала, а внешне вы когда начинаете взаимодействовать с другими людьми, вы показываете себя человека такого достаточно холодного, умеющего держать дистанцию, не подпускающего близко к себе. Человек, да, который готов с одной стороны на перемену, но это только внешне, по факту он не очень-то и хочет этих перемен, да, вы показываете, одеваете маску и показываете, что у вас финансовые трудности, у вас сейчас какой-то кризис происходит материальный, может быть, да, в материальном плане, вы показываете, что вам страшно, то есть вы, может быть, это делаете неосознанно, но люди с вас считывают, да, вам страшно, за что боитесь? Новое начало, да, новое начало, здесь, может быть, кто-то действительно боится вступить в новые отношения, здесь, причем, смотрите, та стабильность, которая у вас присутствует на данный момент, которую я описывала, да, я говорила как гармония, в ней вот как будто бы есть какой-то подвох, я не могу понять, что, но какой-то вот подвох есть, почему, потому что карта здесь показала, что на самом-то деле вы как будто бы и боитесь этой гармонии, пойти в новые, как-то вот обновить, да, может быть, даже гармония у вас и присутствует в вашей жизни, да, и баланс, но его как будто бы он, ну вот, как болото, да, все статично, нету какого-то обновления, то есть даже вода, которая была свежая в какое-то время, если она находится в замкнутом каком-то пространстве, она все равно не статична, нету проточности, она начнет свистеть, вот здесь в вашем случае как-то так, а вы, может быть, когда-то там и была свежая вода, не была гармония, а вы здесь как будто бы сейчас боитесь, вы боитесь, может быть, кто-то боится радоваться, да, может кто-то боится проживать вот этот период, да, как будто бы легкости какой-то в своей жизни, потому что, ну, как мы говорим, да, иногда вдруг сглазим, да, то есть я буду радоваться, а у меня потом, ну, пойдет все не так, как надо, да, здесь есть какой-то страх, вы обдумываете, вы обдумываете вот это вот свое какое-то бездействие, по какой-то причине здесь либо это материальный план, либо это ваше личное внутреннее состояние стабильности, здесь как будто бы двойственное, вы начинаете взаимодействовать с людьми, да, и вы как будто бы действительно надеваете маску, становитесь другим человеком, как будто бы прибедняетесь, да, вы показываете меньшее из того, что у вас есть на самом деле, может быть, вы это делаете осознанно, да, опять-таки скажу, боитесь, чтобы вдруг не сглазили, либо еще что-то, вот, но вы почему-то показываете какую-то свою финансовую несостоятельность, да, материальную несостоятельность, что вы как будто бы хотите расти и двигаться в этом направлении, но пока у вас как будто бы еще нету, вы не приняли окончательное решение, то есть, возможно, в профессиональной сфере, допустим, да, много знаний есть, но пока вы говорите людям, что у меня нет клиентов, да, потому что я не могу, потому что я не получаю, ко мне не приходят клиенты, да, не приходят люди, я не получаю тех денег, которые заслуживаю, но и через это, через такие беседы вы показываете страх, то есть транслируете людям страх, они считывают, что вы боитесь, да, что вы это как будто бы говорите, это может быть и так, да, но за этим люди считывают, невербально считывают вас, что вы боитесь пойти в это новое, ну, то есть люди не приходят, почему? Да, потому что вы не совершаете какие-то действия, да, может быть, не делаете продажи необходимые, не продвигаете себя, не заявляете о себе открыто, и люди как будто бы понимают, что вы не хотите меняться, да, вот то есть за этим, что вы не хотите меняться, что вы придумываете много чего из того, чтобы не изменить что-то в своей жизни. Да, они видят вас как человека, который закрывается пока от будущего, вы не идёте, вот вы пока находитесь в прошлом, и тем самым лишаете себя каких-то новых возможностей, то есть вы не двигаетесь. Вот вам хорошо, да, внутри, ну, хотя то, что я сказала в самом начале, как и с вега, да, что нету какого-то вот развития, вам хотелось бы, вот, ну, и люди вас видят, что да, вы не идёте в это новое пока, потому что, страшно, потому что ещё не определились для себя, потому что не хотите. Чего боитесь-то? Боитесь двигаться, боитесь двигаться, потому что это движение вперёд, вперёд, оно приведёт вас к каким-то завершающим этапам в своей жизни, когда вам нужно будет от чего-то отказаться, что-то, может быть, завершить, да, а вы пока этого не хотите. То есть вы не решаетесь на перемены. То есть вы понимаете, что если вы что-то сделаете, да, то обратно вернуться уже нереально будет, вот, невозможно. А вам нравится пока там, где вы находитесь? Вы не хотите от этого отказываться пока. Вот в чём причина. И поэтому вы не идёте вперёд. Но при этом вы говорите людям, рассказываете о том, что у меня сложная какая-то сейчас финансовая составляющая, может быть, со здоровьем не очень-то хорошо. И люди понимают, что за этим скрывается ваше нежелание двигаться вперёд. А вы не желаете двигаться, оно так и есть. А вы не желаете двигаться, потому что вы не желаете меняться. Потому что вы понимаете, что если вы сделаете то, что вы должны сделать, а вы это чётко знаете, вам придётся поменяться. А вы не хотите. Пока вас всё устраивает. Вот такая вот у вас маска в внешнем мире. Теперь давайте посмотрим ваши теневые аспекты. Вашу часть бессознательного. То, что вы не осознаёте, какие здесь могут быть инстинкты ваши, желания, какие-то недостатки, гнев. Ну, куда без гнева? Лихидство. И мыльная опера. Знаете, вот прям, да хоть и есть эти тени, но у меня такое ощущение, что, во-первых, вы о них знаете, а во-вторых, то есть они не бессознательны, они достаточно сознательны в вашей жизни, а во-вторых, вы знаете, вот как будто бы идёт такая энергия безразличия. То есть, ну, блин, как будто бы мне наплевать. Да, это вот как будто всё, это фальшиво. Эти тени есть, но они фальшивые. Они как будто бы ненастоящие, придуманные. Даже вот эта вот тень, которая называется мыльная опера, то есть придуманная, да, наигранная, неестественная. Вы это знаете. Вам как будто бы всё равно. Вот здесь вот такое ощущение, да, к вашим теням, что, блин, да мне как будто бы уже неинтересно. Или бы вы очень многое долгое время работали над собой и устали, да, и поэтому махнули рукой на всё это дело, ну, то есть хватит, да, я хочу уже просто пожить для себя. Я уже устала всё это прорабатывать, я устала в себя копаться, вот, оставьте меня в покое. Вот, здесь поэтому сказать, что как-то эти тени на вас влияют, да, и этот гнев, знаете, вот как будто бы руки опустились, вы так сидите, смотрите. Я не знаю, какое-то вот депрессивное такое состояние, но не потому что у вас есть депрессия, а потому что нет вот этого вот огня, вот этот вот гнев, он действительно такое ощущение, как будто бы подавленный. Это когда в фильмах показывают людей действительно таких вот активных, очень сильно, да, огненных, когда им дают антидепрессанты, да, они становятся овощи. Вот у вас здесь такое ощущение, вот я раскладываю, да, тени, и казалось бы, что ты должна, какая-то вот энергия пойти. А у меня здесь такая энергия идёт от этих теней, вот как будто бы вы овощ, да, ну, безразлично, мне по барабану, ну, есть они, ну, и фиг с ним, да, о чём они мне здесь покажут. Хотя, допустим, энергия гнева должна показать мне мощь, вот эту вот, знаете, злость я тебе докажу, я тебе покажу, то есть использовать как раз-таки в то, чтобы поменяться, да, то, что я говорила ранее о вашей персоне маски, и взаимодействии с другими людьми. То есть направить этот гнев в нужное русло, да, для того, чтобы двигаться, для того, чтобы меняться, разрушать в себе то, что уже вам не нужно. И, например, вот ехидство, да, непринимание, знаете, вот высмеивание, да, вместо того, чтобы, допустим, высмеивать кого-то другого, наоборот, принять какие-то качества в себе, да, перестать о себе говорить плохо и о других людях. Ну, у меня такое ощущение, что вот безразлично, реально безразлично, я не могу понять, почему вот здесь вот такая вот энергия пошла. Ну, потому что, ну, и сразу два туза выпадают, понимаете, два потенциала, два, две возможности, два импульса, как раз-таки на перемены. Поэтому вы не хотите, и зачем тогда использовать эти тени, да, то есть зачем как-то. Вот это вот ехидство как раз-таки, оно может помочь вам, например, взять себя на слабо, да, либо кто-то, если вас возьмет на слабо в контексте перемен, да, а вы взяли и сделали. Ну, то есть вас подкололи, а вы взяли и сделали, я тебе докажу, да, то есть использую еще и гнев. Нет, здесь нет такого. Просто не хотите воспользоваться пока шансом. Возможно, не время, да, то есть мы не говорим, что надо обязательно так делать. Мы описываем ситуацию на момент здесь-сейчас. Может быть, сейчас такой период, да, через там недели-две-три у вас все изменится. Но пока я вижу, что у вас нет желания принимать решения и двигаться как-то вперед. Знаете, вот здесь всплывает у нас дьявол. Такой очень хороший именно на работу. Вам не хочется работать. Есть такая, вы знаете, усталость. Может быть, нету сил, да, может быть. Причем, вот то, что я говорила, ваше состояние, да, но вроде бы хорошего, нету движения в нем, да, нету вот этой вот сил, нету этой энергии. Здесь вот я не знаю, что с вами происходит, троечки, но здесь вы чувствуете какой-то такой, знаете, ложа. Здесь выпадает тень мыльной оперы, а здесь дьявол, да, и то, и другое является неким таким обманом, нечто таким придуманным, да. Может быть, знаете, здесь еще проходит такая мысль о том, что вот этого чувства какого-то самобана, да, многое вам обещали, вы уже как будто бы разочаровались, и поэтому я ничего не хочу. Ничего не хочу, я уже во всем разочарован, поэтому о каких тенях ты мне здесь говоришь, я даже не хочу что-то слышать и либо прорабатывать. Оп, да, это опять четверка мечей, то есть бездействие, да, бездействие в контексте и звезда, в контексте своей души, да, в контексте реализации каких-то своих желаний. Нету, окей, если у вас нету желания, да, побудьте в этом состоянии, да, ничего не действует, не обязательно. Всему, всему свое время, да, когда появится эта потребность внутри вас, да, вы почувствуете, вы почувствуете, что вы хотите двигаться, вы почувствуете, что вы хотите выйти из дома, и вы почувствуете, что вы захотите что-то сделать. Возможно, сейчас вам действительно нужно побыть вот в такой энергии спокойной, умиренной, как морской котик. Лежу и согреваю свой жир на солнышке. Ну, ладно, как-то так. Вот такие вот у меня были троечки. Удивительные, да, вообще не свойственно для троек. Для троек вы очень энергичные по жизни, по крайней мере, а тут вообще не про вас. Да, если мне сказали, что это троек, я бы сказала, да не, мне больше они напоминают двоек. Но, как видите, оказалось, что это вот ваше описание. Итак, я благодарю вас за внимание, за то, что вы посмотрели этот рассказ, за ваше терпение, что вы послушали подводку такой достаточно большую. Надеюсь, вам расклад этот психологически понравился. Если не понравился, то тоже хорошо. Приглашаю вас на прямой эфир в четверг на О21 по Москве. Приходите, мы обсудим вот то, что если у вас есть сегодня какие-то вопросы, можете для себя отметить и в прямом эфире озвучить. А я с вами прощаюсь. До новых раскладов. Пока-пока.